В такой системе, как белорусская, персонифицированно управляет всем и решает все вопросы. И вот человек после долгой паузы появляется на публике. Чем вызвана эта пауза, никто не объясняет. Выглядит он не так, как он выглядит обычно. Ведет себя тоже не так, как он ведет себя обычно. И тем не менее, делается вид, что все нормально, все прекрасно. Я вот на этот момент уделил огромное внимание. Я вчера, когда наблюдал за репортажами и видео, у меня вот постоянно была ассоциация с известным голым королем. Он присутствует, но король на самом деле голый. И все видят, что этот король голый. Все видят, что с этим королем, ну что-то не так, совсем не так. Но все делают вид, по крайней мере, все, кто окружает Пукошенко, делают вид, что все замечательно, все прекрасно, и ничего не изменилось. И никто даже не потрудился тем, чтобы хоть маломальски какую-то версию для публики представить, чтобы объяснить, почему он так долго отсутствовал. Почему у него перебинтована рука. Почему он говорит так, как он говорит. Почему такая мимика. Они даже не потрудились над этим. Они, видимо, хотят внушить, показать, что вот такая картинка, которую видели вчера, она может стать постоянной и долговременной. И никакие дополнительные объяснения здесь не требуются. Нет, ну желтые сливы вчера в справедливости ради написали, что ну заболел человек и заболел. Бывает, с кем не бывает. Люди заболевают, потом выздоравливают. Вот типа такого что-то они написали. Ну это, конечно, да. Это совсем такие общие формулировки в разделе, между прочим. На самом деле, конечно же, особенно когда речь идет о такой системе, как белорусская, то тут возникает очень много вопросов. Ну я думаю, что со временем Лукашенко, если сочтет нужным, он сам представит какую-то версию. Но выглядит так, что ему находиться в таком состоянии очень неприятно. Ну, наверное, любому человеку неприятно находиться в таком состоянии. Но у Лукашенко есть, конечно же, и личные мотивы. Потому что осознание возраста, осознание того, что он уже человек в достаточно продвинутом возрасте, назовем это так. И часто у людей в таком возрасте проблемы со здоровьем и прочее, и прочее, что является абсолютно нормальной практикой. В этом нет ничего удивительного, в этом нет ничего зазорного. Но признавать вот эти вещи ему совсем не хочется. Ему больше хочется, чтобы по-прежнему в нем видели лидера, который регулярно играет в хоккей и демонстрирует прекрасную форму. Сможет ли он в будущем эту форму демонстрировать? Вопрос открытый. Выглядит так, что все-таки его пресс-службе и остальным придется над его имиджем в будущем поработать и как бы адаптировать этот имидж к его сегодняшнему состоянию здоровья. А зачем этот цирк вообще? Я вот тоже думаю, вот нафига, ну подождали бы еще недельку, хорошо. Ну больше было бы только и разговоров. Все равно живой. То есть, смотрите, тут либо пресс-служба в заложниках у диктатора, ну потому что ей надо что-то говорить, да, ей как-то надо себя вести. Либо это пресс-служба дурная, которая... Только хуже, только хуже. Вот уже все, уже надо, мы вас замажем, заграмируем, но надо идти. Александр Григорьевич, надо показаться людям, а то они там... Вставу света вытащили, поставили. Зачем вот эту цирку? Ну, я думаю, что как раз-таки его спецслужба, его пресс-служба, все исполнители, что одно и то же, да, сказали бы, говорите, они действуют по приказу, они самостоятельные игроки. Я думаю, что даже эти фотографии, которые там в итоге показывались, они, скорее всего, и им утверждались. Ну или, по крайней мере, ну я думаю, все-таки, скорее всего, скорее всего изначально утверждались. Тут не та ситуация, когда можно проявить самодеятельность, тем более, что мы же не знаем, когда на самом деле это мероприятие произошло. Мы вообще не знаем, когда это мероприятие произошло. Мы исходим из того, что оно было вчера, а где какие-нибудь там серьезные доказательства того, что оно было вчера? Они могли его, в принципе, тайно провести и раньше. Ну хорошо, оно было очевидно после того, насколько они говорили о произошедшем в Брянской области, оно было очевидно после событий в Брянской области, После этой истории с самолетами. Но и тут возникают вопросы. Если я не ошибаюсь, это была суббота, когда эти самолеты были подбиты, вертолеты брянские. А сегодня у нас уже на дворе вторник. То есть, хорошо, они провели это в понедельник, но могло на самом деле это быть и вовсе не в понедельник. Могла быть, я не знаю, условно говоря, вторая половина субботы. Или это могло быть в воскресенье. То есть, этот вопрос, конечно, остается открытый. И этот вопрос, он все-таки довольно важный. Мы же имеем дело с диктаторским режимом, прозрачности там, собственно говоря, нет. Манипуляции являются обычной практикой. А в той же Северной Корее, когда возможности у лидера Ким Чан Ира, второго Кима, были очень ограниченные возможности присутствовать на публике, там целую стратегию манипуляции разработали, делали фотографии, записи и прочее. Так что, возможно, и белорусской стороне придется этим воспользоваться. Но если мы будем все-таки исходить из того, что вчера это все было действительно сделано, придерживаться официальной версии, то мне кажется, основной фактор здесь абсолютно не белорусский, и это фактор российский. Та информация, которая была обнародована, там, латушка, который диагноз ориентировочный озвучил, и вся эта дискуссия, которая в телеграм-каналах велась и прочих в социальных сетях, я не думаю, что это серьезным образом на Лукашенко повлияло. Ему пришлось что-то делать после того, как последовали заявления из России. И особенно вчера высказался Песков. Потому что если бы после этого высказывания такого неоднозначного Пескова не последовало бы какое-то появление на публике, то Лукашенко был бы еще более неловкой ситуацией. Так что я думаю, что это ориентация на Россию. И мне кажется, на сегодняшний день это единственный фактор, который его заботит. И думаю также, что к России, поскольку Россия в распространении информации о его состоянии здоровья сыграла очень важную роль, я думаю, отношение у него к российским СМИ, к российской пропаганде теперь уже совсем неоднозначное. Хотя по той причине, что практически все, что мы знаем, а его видели, вернее, на публике, это все пришло из России. — Вы вчера в своем телеграм-канале много любопытного написали. В частности, еще утром вы вспомнили слова Тертеля, главы КГБ, который тут же, как только уже на пике все эти разговоры о здоровье, о жизни и смерти Лукашенко, вот они на пике. И Тертель на этом пике говорит, скоро в стране начнется дестабилизация. И мы знаем этих людей, мы знаем их цели, планы и так далее. И вы написали, что первым в 1953 году заговорил Берия, когда Сталин был совсем плох. — Но он не только начал действовать. — Начал действовать даже. Но он начал действовать как? Он начал либеральничать. Условно говоря, понятно, что в той системе, в координатах, в которой они были, он же выпускал заключенных, он же начал... То есть это пошла какая-то такая, пошла видимость оттепеля с его стороны. И вот вчера у нас в эфире был Аббас Галямов, как раз в прямом эфире я задал ему этот вопрос, прочитав ваш пост в Телеграме. И он говорит, да, у КГБшника главного, если он захочет вдруг каким-то образом прибрать власть к рукам, вариантов у него нет. Ему придется делать что-то наподобие оттепеля, как-то разогревать обстановку. Вот давайте тут попытаемся разобраться. Ну вот начнем с тертеля, с КГБ, который сейчас держит все в своих тертелевых рукавицах. Что он такое? Может ли он стать главной фигурой вот сейчас, именно когда Лукашенко болеет, когда Лукашенко плохо и хереет прямо на глазах? Вот что такое этот тертель? Если не он, то кто? Кто наш Хрущев? Ну, я немножко все-таки с этой аналогией с тертелем, я немножко другое подразумевал. Не столько то, что Берия пытался делать в Советском Союзе после смерти Сталина, безуспешно, потому что его борьбу за власть он проиграл вчистую, хотя изначально шансы у него были совсем неплохие. Я имел в виду движение Берии после того, как у Сталина случился инсульт, потому что все эти движения в Кремле и борьба, первая стадия борьбы за власть, она была еще при жизни Сталина. И Берия играл как раз-таки очень активную роль, он первым активизировался. И вот эту историю я имел в виду прежде всего. Но если посмотреть вообще на роль тертеля, она сейчас интересная. Она гораздо более интереснее, чем роли всех остальных людей, которые так обычно воспринимаются как преемники. Они ведут себя так, как от них ожидали. Они проявляют самостоятельности, они проявляют себя как такие истинные, преданные Лукашенко и люди, которые безумно его боятся. Тертель ведет себя довольно особенно. Давайте вспомним, что 9 мая это был именно тертель, который, очевидно, подготовил этот спасательный круг для Лукашенко на случай вот эту историю с украинскими агентами, если Лукашенко не сможет вечером появиться. А сейчас идет это заявление, которое действительно очень сильно отличается от того и воспринимается в сегодняшнем контексте неоднозначно. То есть тертель проявляет определенную активность, но тертель остается в тени. Тертель – это фигура не публичная, но, конечно же, в будущем, в потенциальной борьбе за власть он может стать очень важной фигурой, хотя бы в силу своего чекистского бэкграунда и, видимо, хороших действительно связей с Российской Федерацией. Там же любят чекистов, любят продвигать чекистов, делают ставки на чекистов. Поэтому тертель вполне может быть той самой серой лошадкой, на которую в итоге поставят Крым. Мне кажется, что вот вся эта дискуссия о преемниках, она вообще такая очень спекулятивная, конечно же. Я, честно говоря, убежден, что никаких преемников Лукашенко назначать в итоге не будет. Но, ладно, дискуссия ведется, и мне кажется, что она чересчур сконцентрирована на Наталье Качановой. Наталья Качанова находится в центре внимания, разговоры идут именно о ней, а на самом-то деле есть и много там других фигур, которые присутствуют, которые могут вдруг неожиданно выйти на первый план, и это совсем не факт, что у Натальи Качановой наилучшие шансы. — Ну, вообще, вот так, про тертеля понятно. Я просто нашим зрителям поясню, что Александр имел в виду, может быть, это так проскочило, просто когда я об этом говорил, что он заявил такого, сейчас все полезут искать. Нет, он просто сказал еще до появления Лукашенко, что они, то есть КГБшники, готовы к дестабилизации внутри страны. — Ну, можно цитату привести. «Мы знаем цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию». — Да, то есть, ну, вот уже какая-то что-то такое. Вот, про тертеля более-менее понятно, про Качанова вы тоже упомянули. А давайте посмотрим фотографию, которую мы сразу показали сегодня, в самом начале эфира. Она появилась вчера на пуле первого. Самая первая фотография. Там Хренин стоит, там стоит Вольфович. Вам видно будет, Александр, на экране, если мы покажем? — Ну, я знаю, я видел эту фотографию. — Ну, просто зрителям тогда еще раз покажем, да. Хренин, Вольфович и... — И Лукьянович. — Начальник... — Командующий ВВС и войсками ПВО. — ПВО, да. Я попрошу нашего режиссера сейчас показать эту фотографию, чтобы зрители увидели. Самая первая фотка. Дело в том, что мы разглядели в этой фотографии, как-то так дружно... — Три разных эмоций. — Совершенно разные эмоции, да. То есть, вот Хренин будто бы растерян, Вольфович будто бы рад чему-то, а Лукьянович вообще смотрит в небо куда-то там непонятно. Как вы думаете, как вот состояние, нынешнее состояние Лукашенко, ни для кого не секрет уже, да, что он болен, какое влияние оно имеет на вот эти... на процессы внутри вот этой, назовем это, элитой, да? Они растеряны, они рады, они боятся, испуганы. Вот что вы думаете? Или у всех по-разному? — Ну, я думаю, что вот если посмотреть на эту фотографию, мы же не знаем, куда они вообще смотрят, чего они ожидают. Может, они на Лукашенко троем смотрят, и это три эмоции от того, вот они увидели Лукашенко, и, соответственно, как они его восприняли. Но в целом, если взять, наверное, номенклатуру, я думаю, что настроения у них самые разные. Самая очень богатая палитра. Наверняка присутствуют люди, которые Лукашенко люто ненавидят, и которые им тоже, ему ничего хорошего не желают. Я думаю, и рядовые чиновники, может быть, люди, которые работают в министерствах, которые просто сохраняют свои должности, которые не хотят уходить в никуда, которые, может быть, работают даже по принципу, какой режим, такому я и служу. Что же касается вот непосредственно верхушки, то, как мне кажется, она все-таки запугана, запугана, потому что она находится под страхом, они очень боятся действовать самостоятельно. Если я не ошибаюсь, даже Головченко свою речь, которую он 14 мая произнес, он начал со слов «разрешите произнести». От кого он требует разрешения. Лукашенко же не присутствует на площади. Тебе уже поручили эту речь прочитать. И все равно он понимает, что он замещает, что он должен требовать разрешения. То есть боясь сделать какой-то шаг. Да даже видно было на 9 мая, кстати, когда они все стояли вместе с Лукашенко, как они подчеркнуто отходят на второй план, чтобы не быть никоим образом на одном уровне с ним. То есть страх там царит. Страх в этих высших эшелонах, он очень серьезный. Они боятся. Они не знают, наверное, как можно управлять без Лукашенко. Они привыкли к Лукашенко. Но я думаю, что если мы будем и дальше наблюдать этот процесс старения, дряхления и ослабления Лукашенко, у них будут просыпаться эмоции, которые в глубине на самом деле есть. Я думаю, что перефразирую известную поговорку «плоха та Качанова, которая не хочет стать Лукашенко». И я думаю, что в их окружении наверняка это и есть. И когда они будут чувствовать, что это становится возможным, что действительно может произойти что-то невероятное, с их точки зрения невероятное, да и с точки зрения многих невероятное, представить Беларусь без Лукашенко действительно очень сложно. Три десятилетия человек находится у власти. Но этот момент когда-нибудь придет. И этот момент, он безусловно для всех, для всех причастных, он станет моментом шока. Для кого-то это будет шок от радости, для кого-то это будет шок от ужаса, для кого-то это будет абсолютно непонятная ситуация, но она будет присутствовать. И у них во главе пирамиды все то же самое. Ну и страх, конечно. Тут с одной стороны и страх перед Лукашенко сегодня, и страх перед будущим, потому что они являются частью этого режима, они служили этому режиму. Поэтому им смотреть в будущее не так уж и приятно. Так же неприятно, вернее, как и самому Лукашенко. Почему вы уже, конечно, говорили об этом, но вот сейчас в контексте болезни, в контексте всего того, о чем сейчас вы сказали. Потому что вчера мы, вот опять же, мне вспоминается очень такие параллели. Я провожу между разговором с вами сегодня и с Аббасом Галявым вчера. Он говорил, что, помнишь, Петра вспоминал? Да. Который сначала там власть старшему сыну, а Петр говорит, да где? Да нет, давайте, можно не обязательно семье. И в головах начинает происходить, да, вот этот вот, вот как сейчас, все видят, что больной. Да, пока еще страшно, пока еще, как это, не он, а кто? Если не Лукашенко, то кто? Но все равно процесс запущен, он пойдет, пойдет, потихонечку пойдет, 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 пойдет. Где дети в этой истории? Почему не видно Виктора? Я думаю, что у Лукашенко действительно дилемма. Мне кажется, что единственный человек, которому он действительно бы доверил страну и был бы доволен этим вариантом, это Николай Лукашенко. Вот это Николай Лукашенко, это основная любовь его жизни, это действительно его, немножко плохое слово, но может быть оно и подойдет в этом контексте. Он продукт Лукашенко, он человек, которого он воспитывал, уже будучи на высшем государственном посту, которому он предоставил все возможности для получения образования и прочего, и прочего. Это как раз та ситуация, когда, как говорят на Западе, в ребенка инвестировали. Инвестировали очень, очень много. И чувства он, безусловно, питает к Николаю, это видно, это заметно. И когда он, если не шевать, это был 2007-2008 год, не помню уже, честно говоря, это когда единственный раз он в шутку обмолвился, что преемником, на пост преемника он готовит своего младшего сына, а Николая Лукашенко тогда было, не помню, три года, четыре года, это когда впервые о нем вообще узнали. Да, это была скорее шутка все-таки, но кто знает, когда Лукашенко шутит, это когда он говорит на самом деле правду. Поэтому Николай Лукашенко, вот, наверное, это был бы тот человек, которому он с удовольствием бы власть передал, но он прекрасно понимает, что это ему не удастся. Не удастся, потому что, ну, не удастся просто по возрастным причинам. Сидеть! Ну, и потому что, ну, тут сложно себе представить, что, если вот даже, давайте посмотрим исторические примеры, которые есть, если я не ошибаюсь, Ким Чен Ин занял свой пост в 29 лет. То есть, и то это считалось, ну, чем-то абсолютно невероятным, и при том, что в Северной Корее уже была традиция такой династийной передачи власти. Беларусь — это Европа, в Беларуси этой традиции нет. Я думаю, что даже многие сторонники Лукашенко, которые ему симпатизируют, они, наверное, в тот момент, когда скажут, ну, новый Лукашенко, Лукашенко 2, а потом Лукашенко 3, ну, нет. Ну, это все-таки перебор. Это не наш стиль. Так что Лукашенко в этом смысле, он понимает, что с Николаем не получится. А что касается Виктора Лукашенко, то, конечно же, это для Лукашенко был бы далеко не худший вариант. Можно даже сказать, один из самых надежных вариантов, все-таки, когда с его бэкграундом и с тем, что он надел, и с его перспективами, когда ты передаешь власть сыну, все-таки, какие-нибудь отношения с сыном не были, но вероятность того, что у тебя не будет неприятностей, она больше. Если мы посмотрим постсоветское пространство, самые успешные транзиты на постсоветском пространстве были транзиты от отца сына. Это в случае Азербайджана и в случае Туркменистана последнего. Вот это действительно функционировало. В Азербайджане это вообще прекрасно сработало. И даже Ильхам Али в какой-то степени своего отца затмил. Ну, Сердар Берду Мухаммедов еще не так давно находится у власти, поэтому посмотрим. А что касается вот остальных стран на постсоветском пространстве, а у Лукашенко постсоветские ориентиры, он не смотрит ни на какую историю, он не смотрит на международные контексты. Он смотрит, он смотрит, у него такая крестьянская мудрость в том смысле, что то, что знаю, вот на то и ориентируюсь. Вот этих постсоветских лидеров, он их всех видел. Он там Ельцина, Назарбаева, Ниязова. Причем видел в самом уничижительном смысле этого слова. Да, 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 да. Это же, в принципе, все люди из одного диктаторского клуба. Он их видел, он видел, что у них не получилось. Он видел, что произошло в Казахстане, например. Он видел, что происходит в определенной степени в Узбекистане и прочее. Он видит, что произошло с Ельциным, по большому счету. Ну, что с Ельциным произошло? Ельцин, как бы, семья Ельцина гарантии получила, но весь политический курс, которым двигался Ельцин, он был уничтожен. Ну, для Ельцина, наверное, его для семьи личная безопасность, гарантии личной безопасности были важнее. Поэтому в этой ситуации сделать ставку на Виктора Лукашенко, это было бы с точки зрения Лукашенко самого, но если смотреть на это стороны, со стороны, наверное, самым разумным. Но, я думаю, честно говоря, он скептически оценивает возможности Виктора Лукашенко удержать власть и править. Потому что Виктор Лукашенко человек, который к харизме не отличается, к публичности не склонен, а все-таки, если ты занимаешь высшего государственного пост, хочешь или не хочешь, какая-то степень публичности должна быть. Так что, я думаю, что он так хорошо знает Виктора Лукашенко, что просто боится, что тот, как он сам любит говорить, власть не удержит. А если мы перейдем к ближнему кругу, вот тут начинаются проблемы. Они все с точки зрения Лукашенко люди симпатичные. В том смысле, что они ему поклоняются, они верят, они сносят все издевательства и унижения. Это же типичная сталинская история. Вот вы просто представьте себе всех этих руководителей и проведите с собой такой эксперимент. Можете представить, что они по указанию Лукашенко встанут на стол и будут танцевать. Там ночью, ночью во время какой-то там очередной оргии. Ну вот и все. А вы будете так уважать человека, который перед вами ночью по вашему приказанию без особого личного желания встанет на стол и будет отплясывать? Скорее нет. Он просто нужен. Я все сказал бы. Вот. И вы прекрасно знаете, что этот человек, вот сегодня он перед вами, но его любовь, даже такие клятвы и заверения, находящие до культа, как у Качановой, они могут оказаться ну просто словами. Это же все проходили. Это же проходили в Узбекистане с Мерзиёевым и Каримовым. Мерзиёев боготворил Каримова. Когда Каримов умер и Мерзиёев пришел к власти, постепенно идет все, что делал Каримов от этого курса отходит. Такаев тоже на задних лапках, назовем это так, ходил перед Назарбаевым. И все это прошло и все это закончилось и эпоха Назарбаева полностью дезавуируется в Казахстане. Лукашенко все это понимает, понимает, что доверить им в этой ситуации ну не стоит. И он не решится. Я вот я уверен, что с ним будет, наверное, так же, как было в свое время со Сталиным, как было в советском, в постсоветском контексте с Ниязовым. То есть он будет пытаться до последнего конца, до последней возможности передать власть, он на это не решится, хотя он умом, я думаю, понимает, что время настало, что он уже не в лучшей ситуации и что, может быть, даже для него самого было бы неплохо последние, ну не последние, никто его знает, кто кому сколько осталось. Годы, которые еще есть, провести там не в делах государственных, не в трудах государственных, а хотя бы там, я не знаю, больше отдыхать, наслаждаться жизнью, хотя какие возможности это наслаждаться жизнью и отдыхать у диктатора изолированного от внешнего мира? Возможности, ограниченные, но все-таки контекст для него очень плохой, и он боится, даже не столько, Лукашенко эгоист, он не боится разрушения этой системы, система это как бы приложение, что будет с Беларусь, Беларусь всегда интересовала Лукашенко только в той степени, когда интересы, его личные интересы совпадали с интересами государственными. Его интересует личная власть, его интересует личная безопасность, его интересует личное будущее и будущее его семьи, его окружения. Это основное. Я думаю, что когда идут какие-то вопросы о преемниках, он вообще себе задается, то это вопрос именно такой. А они мне могут дать гарантии? Я думаю, что по всем кандидатурам, которые его окружают, кто бы там ни был, ответ всегда нет. Скорее нет, чем да. Он всегда путал свою личную шерсть государственную, помнишь? А насчет преемников, мне почему-то вспоминается, это съезд КПСС был, Александр, вам виднее, или что, когда Сталин впервые заговорил о преемнике, это уже недалеко уже от смерти ему было, и он заговорил о преемнике, да? Может быть, товарищи, кто-то, может быть, мне уже пора задуматься о преемнике, и побледневший Маленков вскочил, товарищ Сталин, как вы можете такое говорить? Нет, нет, и все тогда начали вдруг встали и начали хлопать, нет, не уходите. А если даже это перевести на сегодняшнее реалии, вот если Лукашенко задастся таким вопросом, он соберет их всех, и задастся таким вопросом, вот даже интересно будет посмотреть, кто первый выпрыгнет, чтобы сказать, чтобы он не уходил и остался навсегда. Моя ставка на Качанову, честно говоря. И моя. А Тертель будет наблюдать. А Тертель будет записывать. Записывать, да. Ну, интересно, интересно. Очень странный вопрос. Нас, кстати, смотрит, где наша трансляция? Три тысячи человек. Три тысячи сто человек уже смотрит, да, пожалуйста, поставьте лайк. Вот опять же, мы всегда это говорим, три тысячи сто человек смотрят, все забыли, что надо поставить лайк, все от радости смотрят, завтра не увидят, ай-яй-яй, где Ютуб плохой не подсунул. А потому что вы лайк не поставили. Поставьте лайк. Ютуб нормальный как раз. Ютуб же не Лукаша. Александр, вопрос такой. Он может показаться очень странным на первый взгляд, но мне почему-то он пришел в голову. Развязанная Путиным война сейчас демократическому движению Беларуси, белорусам, которые хотят перемен. И вот эта война и то, что сейчас в ней происходит на руку скорее? Ну, скажем так, опять же, такие вопросы нельзя ответить однозначно. Смотря с какой точки зрения философской рассуждать. Если мы будем рассуждать с банальной точки зрения макевиализма, когда основной целью является приход к власти, сохранение ее удержания, то если вот мы посмотрим примерно так и зададимся вопросом, а увеличивает ли война шансы демократических сил на перемены в Беларуси, ну, с этой точки зрения увеличивает. Но только в том случае, если война закончится так, как хотелось бы демократическим силам. Если война не закончится таким образом, а Россия наоборот укрепится, то шансы на то, что все закончится поглощением Беларуси, они наоборот возрастают. Поэтому тут так однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Вы что, не верите в победу в СССР? Я верю. Опять же, ключевое слово как раз таки верю. Верю и надеюсь. Потому что если мы будем пытаться рассматривать ситуацию за пределами эмоций, смотреть на факты и смотреть на события, то, конечно же, несмотря на то, что успехи сейчас, они заметны, определенные успехи есть, и это внушает надежду на то, что они будут дальше развиваться, но, тем не менее, опасения, они всегда присутствуют. И я думаю, Валерий Залужный совершенно прав, когда он неоднократно подчеркивает, что при всей эйфории и всей радости, которая присутствует от конкретных побед, не следует забывать, что противник очень серьезный, противник беспринципный и противник готовый на все. Самое худшее, что ты можешь сделать и в войне, и в политическом противостоянии, это недооценить противника. Между прочим, наш сегодняшний герой, герой многих наших эфиров, я имею в виду Лукашенко, он как раз таки на вот этой недооценке он всю свою карьеру построил. Если вспомнить 90-е годы, как Лукашенко к власти приходил, как Лукашенко власть укреплял, и в кого он в итоге политически победил, это в большинстве своем людей, которые его интеллектуально превосходят намного. И у многих из них был богатый политический опыт. И они проиграли во многом ему, не только благодаря его напору, его каким-то популистским талантам и прочее, и прочее, они поиграли во многом потому, что они его изначально недооценили. А многие из тех, кто его недооценили и привели в свое время к власти в 94-м году, уже не живут, а некоторые из них, как, например, Виктор Гончар, пропали, ну пропали, что это за формулировка, были убиты. Да? Это так. Это так. Между тем, тема, которую мы еще с вами не обсудили сегодня, встреча. Зеленский, Тихановская пожали друг другу руку, руки пожали. А еще потом Зеленский говорил про 70% белорусов, которые против России в этой войне. Ну он до этого говорил, ну неважно, это совпало там. Это потепление в отношениях? Или это просто, пожалуй, просто сказал? Или может быть офис президента Украины заметил наши демсилы наконец-то? Это вот хорошо? Как вы прокомментируете эту историю, да? Я думаю, что тут все-таки немножко все и с одной стороны сложнее, а с другой стороны и проще. Но начнем давайте хронологически с заявления Зеленского про 70%. Ну, я думаю, что он ориентирует, ну давайте, давайте будем рассматривать это серьезно, он ориентируется скорее всего на те социологические данные, опросы, там, того же Четтемхауса, которые в Беларуси проводились, которые, которых тоже в Украине, о которых писали, но он их интерпретирует, так, скажем, довольно своенравно. Конечно, это история о 70% которые поддерживают Украину, находятся на украинской стороне, но это скорее то, что украинская сторона желает, как она хотела бы видеть. Так ли это на самом деле в реальности? Ну, честно говоря, я к таким цифрам отношусь скептически. Я думаю, что все-таки белорусское общество по вопросу войны, оно объедено в одном, что подавляющее большинство, как видно, не хочет, чтобы Беларусь становилась ареной боевых действий, что понятно, и то же, что понятно, что белорусская армия участвовала в боевых действиях, но то, что именно 70% стоят на стороне Украины, это мне кажется таким большим преувеличением. Хватает людей, которые не на той и не на другой стороне, и хватает, да, и они тоже, безусловно, есть люди, которые поддерживают Российскую Федерацию. Ну, почему Зеленский сделал это заявление? Я думаю, потому что они решили вот в этом контексте, поскольку избежать этого было невозможно, использовать белорусскую карту на все 100%. Зеленский сделал это заявление в Италии, он знал, что он на следующий день, в Риме он сделал это заявление, знал, что на следующий день он будет в Берлине, а из Берлина он отправится в Ахен, где ему будет вручен приз и будет большая церемония. И, конечно же, он знал, кто будет присутствовать на этой церемонии, кто с ним в итоге окажется на подиуме, весь этот протокол известен, он знал, что ему придется приветствовать всех гостей, которые там присутствовали. Светлана Тихановская же и Вероника Цепкал и Татьяна Хомич, это же были не единственные, кто там сидели. Там была и бывший лауреат этого приза, ну, раньше она получила этот приз, бывший президент Литвы Грибовская. Там был бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц и другие, и другие официальные лица. И было понятно, что Зеленскому придется, хочет он, не хочет, всем им по протоколу пожать руки, всем тем, кто присутствует. А значит, соответственно, и пожать руку Светлане Тихановской, а значит, возможно, и перекинуться какими-то словами со Светланой Тихановской, а значит, что и будут совместные фотографии с Тихановской. Зная, что это все равно будет, он решил, я думаю, сделать, использовать белорусскую тему на все 100%, и поэтому сказать те вещи, которые многим людям, которые поддерживают Украину с белорусской стороны, им будет приятно услышать. А остальное, то, что уже в рукопожатии Тихановской, ну, это ожидалось, странно было ожидать, что он вдруг бросится от Тихановской, не захочет ей пожимать руки и так далее. Эта формальность, она была соблюдена. Что, однако, за что Светлана Тихановская очень должна быть благодарна немецким организаторам за то место, которое она заняла. Куда ее посадили? Ее посадили предельно удачно. Дело в том, что во время трансляции человек, который выступал, он попадал, естественно, в кадр. Зеленский сидел на возвышении, и он попадал в кадр, и почти всегда в кадре присутствовала Тихановская, потому что она действительно сидела очень удачно, что, собственно говоря, неудивительно, она же стала обладательницей этого приза в прошлом году. То есть было очень много совместных кадров Зеленского и Тихановской, поэтому в этом смысле эта акция оказалась очень удачной. А я сейчас попрошу нашего режиссера показать нам фотографию, которую, Александр, вы мне переслали вчера еще, по-моему, вот как раз завершая то, о чем вы говорите по поводу удачной рассадки гостей. Там фотография она с подписью немножко, но эта подпись не портит, а скорее даже придает мне... Я сразу хочу подчеркнуть, я не автор, я не автор. Разумеется. Не, не этой фотографии мне это прислали. Никто не мог подумать даже. Да, вот. Да, показываем, пожалуйста. Хорошо, да? Икар Балевич, знаете. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Александр, у вас еще есть? Да? Да, да, парень... Да, есть. Я бы еще только один момент добавил такой. После того, как... После того, как эти фотографии появились, распространилась же масса слухов о том, что Зеленскому очень не понравилось присутствие Тихановской, что он был возмущен, что он не хотел пожимать ей руки и прочее, прочее, прочее. Это, конечно же, глупости. Потому что я не знаю, что там на самом деле, какие были эмоции, но это, я думаю, для него было все вторично. Важнейшим для него были там две, наверное, я бы даже сказал, три речи были, самые главные. Это речь федерального канцера Германии Олафа Шольца, который он завершил словами «Слава Украине» на украинском языке и тем самым нокаутировав российскую пропаганду. Очень эмпатичная речь президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен и очень личная речь по отношению к Зеленскому, где именно подчеркивались заслуги Зеленского. Ведь он получил этот приз не только как... Он получил этот приз для украинского народа и президента, и президента, как символа украинской борьбы. И очень личная речь польского премьера Матеуша Моровецкого. Вот эти речи, и, наверное, особенно речь Шольца, которая была... Ну, для Шольца просто невероятно эмоциональной, потому что он произносит очень слухие речи, как правило, где эмоций мало. Вот это действительно Зеленского было важным. Ключевой момент, наверное, для меня был... Это именно слава Украине со стороны Шольца. И после этого камера перешла на Зеленского, и было понятно, что как он прочувствовал, насколько ему важны были эти слова со стороны Шольца. Ну, его собственная речь, конечно же, присутствовала. Вот. А что касается вообще белорусского контекста, что тоже на самом деле важно, в немецкой трансляции, которая шла, там были, между прочим, репортажи и о Тихановской, и о белорусских протестах, которые упоминались, и о Марии Колесниковой. То есть, вот эта трансляция, она актуализировала, и вручение этой премии Зеленскому, она актуализировала и белорусскую тему, в том числе. Ну, замечательно. Замечательно. Это важно. Это важно. Да. Хорошо. Давайте тогда чуть-чуть сместим тему. Вот. Сегодня Невзоров пишет, что ночью были по Киеву выпущены кинжалы. Кинжалы это такое секретное оружие, козырь в рукаве Кремля, как казалось, сверхзвуковые ракеты, которые никакое ПВО не увидит, и вот они уже, если надо будет уже там нашкодить, так они уже вот эти кинжалы нашкодят. Не напрягаясь, ПВО украинское сбивает все эти кинжалы, шесть штук там, по-моему, это такой удар ну как бы и что сейчас? Что они? Следующее ядерное оружие полетит или что? Ну потому что если уж кинжалы, это же целая легенда была про эти кинжалы, это же как я не знаю, это целая сказка была сочинена, что вот мол это самое последнее наше слово. И вот она, пук, пшик. Ну, с кинжалами, как вы понимаете, это же вопрос веры. С одной стороны, украинская сторона говорит о том, что это действительно кинжалы, западная сторона это подтверждает, и если вы верите Украине и Западу, то вы исходите действительно из того, что были сбиты кинжалы. Российская сторона же это категорически отвергает, потому что сам факт сбитых кинжалов наносит огромный ущерб репутации России, репутации военпрома. Но если говорить, когда мы стоим перед таким выбором и проверить сами не можем, то я всегда склонен доверять демократическим странам, а не диктатурам, поэтому, думаю, действительно там были сбиты кинжалы. Что же касается дальнейших сценариев, ну, у России их действительно и действительно немного осталось, каким-то образом, чтобы попытаться поставить, попытаться, опять же, ключевое слово попытаться, я думаю, это все равно не получится, попытаться поставить Украину на колени. То есть это действительно использование биологического или химического оружия. Ну и следующая, конечно, фаза, которая есть, это применение ядерного оружия. И снова эта тема присутствует, снова идут дискуссии о каких-то возможных сценариях, что в случае провала российского наступления может быть применено тактическое ядерное оружие. Ну, эта дискуссия же не новая. Но если взять, посмотреть на поведение россиян, то оно выглядит примерно так. Надо что-то делать, мы делаем, 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 у нас ничего не получается. А что на самом деле мы могли бы еще сделать, они толком не знают. Но не выглядит так, что у них есть какой-то план действий. Ну, нам сказал Таралок сегодня, что если и будет ядерный удар, то они по Воронежу его нанесут. Сами по себе. Сами по себе там как-то. Да. Александр Фринбович не комментирует почему-то. Странно. Науку не любит. Ну, ладно. Хорошо. Я комментирую только вопросы, в которых я компетентен. Вы почему кефир не кушаете? Не любите? Люблю. Да, не хочу. Ладно. Кадыров заплатил украинским спецслужбам, как сообщается. Сущие копейки, как он сказал. Да, чтобы, ну, несколько миллионов там, наверное. 18 тысяч долларов, чтобы коня вернуть. Как он сказал, учитывая реальную стоимость, прекрасную, родословную, это сущие копейки. Послушайте, то есть он не отрицает этого, но при этом это вполне может считаться уголовным делом в России. Что они себе позволяют, эти люди? Кадыров, Пригожин. Это вообще, там полный раздрай, там уже Путин ничего не контролирует. Я ничего не могу понять. Я думаю, что это абсолютно, абсолютно, абсолютно логично их поведение. Это люди циничные, которые живут по принципу множества стандартов, которые с одной стороны бьют себя в грудь и кричат, что они патриоты, что они сделают все, что нужно для России. А когда речь доходит до собственных интересов, то они вполне демонстрируют и готовность к компромиссам, и изобретательность, и прочее. Принципиальности там совершенно нет. Даже история с Пригожиным, которую вы упомянули, она мне кажется довольно правдоподобной, ну, хотя бы по той простой причине, что Пригожин всегда подчеркивает, что он глава частной военной компании, что они выполняют совершенно конкретную задачу. Вот их задача была взять Бахмут, как можно скорее, и вне зависимости от того, насколько это нужно и важно с военной точки зрения, сколько людей там поляжет. Это все для Пригожина, наверное, абсолютно не важно, это его не интересует. Вот поставлена такая задача, он знает, задача будет выполнена, можно ожидать каких-то дополнительных преференций от Путина, потому что вот Путин именно это хочет. А уж другой вопрос, как ты это организуешь. Поэтому это предложение Пригожина, которое упоминала Washington Post, не представляется правдоподобным. Он бы взял с удовольствием Бахмут, рапортовал бы о своих успехах, получил бы похвалу от Путина, а то, что он своих других россиян бы при этом предал, бы сдал, я думаю, что это его последнее, что его интересует. Как и Кадырова. Кадырова свои собственные интересы. Для Кадырова его скакун наверняка ему гораздо важнее, чем жизни десятков и сотен людей. И речь даже не идет о том, я не знаю, об украинцах, тут вообще никакой речи не идет. Это же обращение со своими собственными людьми. Как и для Лукашенко. Ну, в общем, все они одним миром мазаны. Александр, спасибо вам огромное. Мы видим, что вы не дома, не в кабинете. Вы наслаждаетесь природой, пени птицей. Спасибо за то, что находите время для нас. Это очень дорого стоит. Спасибо большое. Счастливо вам. Счастливо. До следующего раза. Счастливо.